С радостью приветствуем вас, друзья! Мы продолжаем фильтровать дно ультрабюджетного сегмента видеокарт в поисках хоть сколечко годных для игр моделей. В этом материале сравним версии GT 730 с памятью GDDR5 и DDR3 на фоне встроенной графики и более дешёвых дискреток. Для тех, кто пропустил и не знает, в рамках этого цикла мы уже оценили возможности iGPU серии AMD Vega и Intel UHD Graphics, а также дискретных видеокарт Radeon R5 230 и GeForce GT 710 с разным типом и объёмом видеопамяти. Все ссылочки есть в описании. Ну а сегодня возобновим знакомство с GeForce GT 730. На рынке она доступна в нескольких модификациях. Изначально были варианты с 40-нанометровым процессором GF108 поколения Fermi и 28-нанометровым GK208 линейки Kepler 2.0. Между собой они отличаются не только микроархитектурой, но и количеством структурных блоков. У GK208 их в 2-4 раза больше. В нашем тесте участвуют модели на основе именно этого графического процессора, это важно. А если вам попадётся вариант с GF108, то он будет гораздо медленнее. Поэтому ещё раз дисклеймер такой, будьте внимательны. Хотя в целях экономии вы можете взять GT 730 с памятью DDR3, или же наоборот заплатить чуть больше за чипы GDDR5. В обоих случаях получите 2 гигабайта и 64-битную шину, но эффективная скорость памяти GDDR5 в 3 раза выше. Естественно это обязательно скажется на производительности. Но вопросик тут на сколько? Сейчас разберёмся. Но прежде представим главных участников этого видео, как же без этого. MSI GeForce GT 730 с 2 гигабайтами DDR3 и Gigabyte GeForce GT 730 уже с 2 гигабайтами GDDR5. Обе представлены для теста магазином Telemart Yuan, который поможет вам подобрать нужные компоненты и даже собрать сборку при необходимости. Обе модели обладают низкопрофильным форм-фактором. Версия от MSI использует бесшумный и пассивный радиатор для охлаждения внутренних узлов. Вариант же от Gigabyte может похвастать более эффективным активным кулером с компактным вентилятором. В обоих случаях частота GPU находится на уровне 900 МГц и в играх она динамически не увеличивается. В качестве оппонентов будем использовать ранее полученные результаты тестов Asus GeForce GT 710 с 2 гигабайтами памяти GDDR5 и встроенных видеоядер UHD Graphics 630 в составе Core i3-10100 и Vega 3 из Athlon 240GE. Да, впечатляет, но еще не все. Под конец наглядно покажем разницу с Vega 8 в составе Ryzen 3 3200G. Что касается тестового стенда, в котором это все тестировалось, то он не изменился с прошлого раза. Выглядит следующим образом. В основе находится народный 4-ядерный Core i3-10100. Материнская плата Asus TUF Gaming Z490 Plus Wi-Fi здесь в первую очередь для разгона ОЗУ. Для охлаждения процессора хватило бы и боксового кулера, но в стенде уже была двухсекционная водянка Xilence Performance A Plus Liquorizer LQ240 White ARGB. Ее можно использовать с актуальными и устаревшими чипами AMD и Intel. Если что, подробный обзор читайте у нас на сайте. В 16-гигабайтном комплекте Patriot Viper Steel нужный нам режим DDR4-3200 заложен в XMP профиле, что упрощает его активацию. Операционную систему и некоторые игры записали на SSD GoodRam Iridium Ultimate X объемом 500 гигабайт. Остальные игры закинули на терабайтный твердотельник GoodRam Iridium. Блок питания взяли недорогой, но и не ультрабюджетный при этом, Seasonic A12600. Он получил одну мощную линию плюс 12 вольт, эффективный резонансный дизайн главного преобразователя и исключительно тайваньские конденсаторы во всех цепях. Опять-таки подробнее читайте у нас на сайте. Все эти компоненты комфортно себя чувствовали в корпусе Xilence X512 RGB White. Он продуманный, просторный и обладает вентиляционными отверстиями на фронтальной, верхней, нижней и задней панелях. Короче, вы поняли все по фэншую. Хотя мы все равно для улучшения температурного режима внутри добавили один вентилятор на выдув. С выводом картинки справился 27-дюймовый Full HD монитор Gigabyte M27F. Да, в этот раз мы конечно не приблизимся к его максимальной частоте обновления в 144 Гц, но может повезет в будущем. Ребятки, еще один момент. Если вы ищите себе что-то годное среди бюджетных видеокарт, то возможно есть такой вариант. Вас заинтересует и недорогая периферия от Defender. Например, мембранная клавиатура Defender Butcher получила игровой дизайн. Она действительно удобна в играх и при наборе текста. Яркость подсветки и громкость звука можно настроить с помощью регулятора в правом верхнем углу. Внутри мышки Defender Inwalker находится оптический сенсор с четырьмя предустановленными разрешениями от 1200 до 3200 dpi. А сверху к вашим услугам 5 программируемых кнопок и колесико прокрутки. Удобство и скольжение по фирменному коврику нареканий не вызывает. Гарнитура Defender Leicester выглядит неплохо, использует хорошие материалы и имеет красную подсветку с внешней стороны чашек. А вот качество звучания, ребят, среднее, как и эргономика. Ну а геймплей записывали внешней системой CyberMedia LiveGamer 4K, то есть без потери производительности. Полный конфиг и все ссылки есть в описании и в прикрепленном комменте. Ну что ж, давайте уже начнем тестовую сессию с Apex Legends в разрешении 720p. Бонус от перехода на память GDDR5 в случае GT730 превышает 19%. Но, ребятки, к сожалению, и этого не хватило, чтобы обойти встроенное видеоядро UHD630. Его преимущество также превышает 19%. В разрешении повыше более быстрая тестовая модель смогла обойти лишь более медленный вариант минимум на 22%. И GT710 попутно на 42% обогнала. А вот встроенная графика от Intel и AMD снова оказалась быстрее. Но подождите, в CSGO уже становится интереснее. Даже GT730 с DDR3 почти не уступает UHD630 по средней скорости и выглядит гораздо лучше по статистике редких и очень редких событий. Вот так достижение. Ее преимущество на GT710 превышает 30%. В Dota 2, кто бы мог подумать, так же комфортнее бегать на GT730. Правда, тут в стройку обходит лишь более быстрая версия с GDDR5. Ее преимущество над UHD630 достигает немалых 44%, а над Vega 3 вообще 65%. Forza Horizon 4 однозначно дает предпочтение дискретным видеокартам в плане статистики редких и очень редких событий. Хотя, ребят, играть в нее при разрешении 720p более-менее комфортно лишь на GT730 с быстрой памятью. При переходе к разрешению 900p ситуация опять усложняется. У Vega 3 средняя скорость выше, чем у самой быстрой GT730 на 19%. Зато остальная статистика говорит в пользу дискретной видеокарты. Fortnite безоговорочным лидером является GT730 с GDDR5. За второе место идет борьба между более медленной GT730 и UHD630. У первой выше статистика редких и очень редких событий. Разница достигает немалых 67%. Ну а вторая на 10% лучше по средней скорости. В разрешении 900p лидерству GT730 с быстрой памятью никто не угрожает. Она обходит внутреннего оппонента более чем на 30%. Самым близким конкурентом по средней скорости является Vega 3, но между ними сохраняется отрыв 18%. По остальной статистике он гораздо выше. Интересная ситуация получилась в GTA 5. В разрешении 720p более слабая видеокарта GT710 с памятью GDDR5 обходит GT730 с DDR3. Разница находится в диапазоне 8-12%. Хотя все оппоненты блекнут в данном тесте на фоне результатов второй версии GT730. Переход в Full HD на минуточку уже Full HD замаячил. Ничего себе, ситуацию особо не изменил. Ближе всех к лидеру опять подбирается встроенное видеоядро. Но в этот раз речь идет о Vega 3. Правда между ними сохраняется приличная такая дистанция в 19-21%. В League of Legends все участники теста достигли или успешно перешагнули рубеж в 100 фпс по средней скорости. И тут с огромным перевесом опять лидирует самая быстрая из GT730. От второго места в лице UHD630 ее отделяет минимум 29%. А вот в Outriders разница между участниками почему-то не ощущается. Даже более быстрая память не приводит к заметному перевесу в противостоянии двух GT730. А остальные оппоненты заметно отстают лишь по статистике редких и очень редких событий. Но подождите уже в PUBG ситуация возвращается к привычной норме. В разрешении 720p отрыв более быстрой GT730 от более медленной превышает 20%. Видеоядро UHD630 смогло опередить лишь GT710, а от лидера его отделяет минимум 26%. В разрешении повыше в игру вступает Vega 3. Это ядро смогло опередить лишь GT730 с памятью DDR3 минимум на 19%. Ну а так она лидера не увенчалась успехом. Он оказался на 16% быстрее по средней скорости. В Rainbow Six Fish GT730 с DDR3 опережает GT710 более чем на 20% и даже слегка обходит UHD630 по статистике редких и очень редких событий. Переход на GDDR5 улучшает показатели GT730 минимум на 30%. Full HD на второе место поднимается Vega 3. От лидера ее отделяет минимум 12%. Остальной же расклад не изменился. GT730 с DDR3 на равных бодается с UHD630. А в роли аутсайдера прописалась GT710. Бенчмарк Total War Saga 3 в Full HD оказался очень требовательным, в том числе к типу видеопамяти. В итоге GT710 с более слабым графическим процессором держится на равных с GT730 за счет более быстрой видеопамяти. Ну и естественно вершину Олимпа за собой застолбила прямо GT730 с GDDR5. В разрешении 720PM по средней скорости между вторым и третьим местом почти паритет. Более быстрый GPU нивелирует влияние памяти на статистику редких и очень редких событий. Разница между двумя версиями GT730 превышает 40%. В Valorant лидерство тестовой версии GDDR5 не удалось никому поставить под сомнение. Ее показатели намекают на то, что можно переходить даже к более высокому пресету качества. На второе место поднялось видеоядро Vega 3. Между ними более 11% разницы. Борьба между GT730, GDDR5 и Vega 3 продолжается в Warframe в разрешении Full HD. Причем тут в стройке удалось подобраться еще ближе, на расстояние 8% по средней скорости. Да и знаете, UHD630 тоже выглядит очень хорошо в сравнении с лидером. Разница между ними достигает всего каких-то 10%. Как неприскорбно это звучит, комфортно побегать в третий Ведьмак не удастся даже на самой быстрой участнице этого теста. Ее результат аналогичен Vega 3 и минимум на 36% выше показателей младшей версии с памятью DDR3. Кстати, тут также более быстрая память позволила нивелировать разницу в производительности GPU при сравнении GT710 и младшей GT730. Ну и на десерт мы оставили World of Tanks. Обошлось без сюрпризов тут. GT730 с GDDR5 первой пересекла финишную прямую, как и ожидалось. Ну а на виртуальной пятке ей наступает UHD630. Между ними разница всего лишь в 5-8%. Отрыв лидера от версии DDR3 превышает 24%. Итак, давайте итоги подводить. В магазине Telemart UA разница между двумя версиями GT730 составляет 25%, а средний прирост в производительности достигает 45%. Поэтому тут очевидно, если вы твердо намерены взять одну из этих видеокарт для запуска игр, то сразу ищите версию с GDDR5. GT710 с GDDR5 хоть и дешевле, конечно, но при игровом сценарии использования ее лучше не брать. GT730 с такой же памятью GDDR5 в среднем быстрее на 60-90%. Ну а версия с DDR3 чувствует себя не столь уверенно. Но и она выходит вперед минимум на 12%. Еще один важный вопрос, стоит ли покупать GT730 или вложиться лучше в более мощный процессор? И вот тут, ребят, все зависит от типа памяти. Связка GT730 с GDDR5 и Core i3-10100F обойдется вам на 26% дороже Core i3-10100 с UHD Graphics 630. При этом по средней скорости перевес системы с дискреткой составляет 23%, по остальной статистике от 40% до 60%. А вот версия с памятью DDR3 проигрывает в стройке по средней скорости на 19%. И тут уже выбор однозначный. Берем процессор с IGPU, терпим, копим и страдаем, на дискретку собираем. Ждем хороших новостей. Так, еще один интересный вариант, это покупка процессора с Vega 3. Найти в продаже протестированный Athlon 240GE проблематично, сразу скажем. А вот чуть более быстрый Athlon 3000G обойдется на 60% дешевле, чем самая быстрая GT730. И это без учета процессора Core i3. Да, с какой-то стороны связка с дискретной видеокартой оказалась быстрее на 22% по средней скорости и на 30-60% по остальной статистике. Но с позиции цена возможности, именно вариант с Athlon 3000G выглядит целесообразнее, точно. В будущем можно перейти на Ryzen 3 3200G с видеоядром Vega 8. Такой вариант быстрее связки GT730 GDDR5 с Core i3-10100 на 80% по средней скорости. И в плане цены экономия будет существенная, даже если вы возьмете более дешевый Core i3-10100F в пару к GT730, то и в таком случае экономия превышает 60%. Короче, в общем, покупку GT730 с GDDR5 для игр мы не советуем. Если хотите сэкономить, берите Athlon 3000G. Да, пострадаете, зато уже есть первый взнос на новую видеокарту и не нужно думать, куда деть эту GT730 потом. Ну а если есть желание играть комфортнее и при этом иметь запас на перспективу, то вам Ryzen 3 3200G. Вот такие выводы получились. Пишите, что вы о них думаете. С нетерпением будем ждать ваши комментарии и уже при этом готовим материал Paradeon R7 240 с 2 и 4 гигабайтами памяти. Поэтому подписывайтесь, нажимайте кок... Кока-кол. Нажимайте колокол, видео готовится на канал. На этом все. Всем вам спасибо за лайки, подписку и другую активность. Всего хорошего и до новых встреч.